Доброго времени! С вами Ведогор. Сегодня мы поговорим о том, как научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром. Все мы хотим жить в гармонии с собой и окружающими, но далеко не всегда можем разобраться в мыслях и чувствах, даже в своих. Что уж говорить о чужих. Если говорить о бардаке в голове, то многие гоняют мысли по кругу без каких-то конкретных выводов и решений, порождая страхи и сомнения, которые потом превращаются в стресс и притягивают негативные события. Пора от этого избавляться. Если говорить про разрушающие эмоции, то полагаю, вы знаете, что все скрытые или невыраженные эмоции никогда не исчезают без следа. Вы можете игнорировать их, делать вид, что не чувствуете боли, гнева, ненависти и прочих плохих эмоций. Но однажды они накопятся за стеной, куда вы их складываете, и прорвутся фонтаном так, что никто, даже вы, не поймет, отчего возникла такая бурная реакция. И это будет хороший расклад. Потому что если не прорвет, то ваше тело выразит все, что вы скрывали и накапливали, через болезни, иногда очень тяжелые. Каждый человек может и должен испытывать все, абсолютно все эмоции. Будь это ярость, страх, гнев и так далее. Но многих воспитывали в духе, что хорошие девочки не злятся или настоящие мужчины не плачут. И вот мы учимся маскировать свои эмоции ото всех, даже от себя самих. Проходит некоторое время, и мы начинаем думать, что вообще не испытываем те или иные чувства. Но такого быть не может. Мы испытываем все чувства, но какие-то так сложно маскируем, так далеко прячем, что кажется, их и нет вовсе. Или происходит подмена. А потом наступает эмоциональная дисгармония. Теряется связь с собой, со своим внутренним «я», а затем разрушения переходят и на физический план. Итак, упражнение, которое поможет вам не только найти свое предназначение, или как минимум любимое дело, которое будет вдохновлять, но и освободиться от зависимости, пережить утрату, например, тяжелый развод. Утреннее упражнение. Эти три страницы абсолютно любого текста. Ваши мысли, излитые на бумагу, могут быть о чем угодно. И это может быть что угодно. Каждое утро нужно написать три страницы, чего удобно. Желательно писать утром сразу после пробуждения. Но это не обязательно. Все равно эффект будет. Пишите и не оценивайте написанное. Не читайте то, что написали. Это можно будет сделать через месяц. Если нечего писать, пишите мне не о чем писать. Но лучше опишите, что вы видите, слышите и чувствуете прямо сейчас. Прикоснитесь к настоящему моменту. Поделитесь в комментариях своим опытом освобождения мыслей. На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Ведогор. С великой благодарностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова